Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к истокам. На 21 год назад. На 21 год назад, да. Когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Но уже пьем хороший кофе в когтебе. В когтебе, да. И вот едва-едва мы были знакомы так. Ну, не то что... Шапочно. Ну, шапочно были знакомы. Шлемно. И вдруг мы решаем, значит, слушая по радио, там точка, и там все время, значит... А на улице идет дождь. Дождь красивый. Мы пьем уже кофе долго-долго-долго, а дождь все идет. И мы слушаем точку. Там, значит, Розенбаум с Исаулом. А, а Крым еще наш. А Крым еще наш. Да, 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 да. Вот, видите, это же... 21 год назад. Это в той жизни еще было. Да. Газманов там... Да, Исаул... Исаул... Харунжи. Да, Харунжи. И так далее. И вот мы сидим... Расторгуев, это гениальная была вещь, когда спросили Николая Расторгуева, а почему в песне «Комбат», вы понимаете, «Комбат», «Йо комбат», «Йо комбат». И тогда еще заслуженный артист России, сейчас-то народный, вот так подумал и сказал, я сам слушал, сказал, «Ну, это так муж с ней». Я расшифровал потом это слово, действительно, муж с ней. Да, так вот, вспомните, пожалуйста, 21 год назад, все бы думали, будет гражданская война или не будет. Кто родился 21 год назад, не вспоминайте. Да, лучше не надо, да. Да мы и сейчас начинаем об этом думать, да. Вроде прошло столько времени, а все возвращается. И вот мы сидим, сидим и думаем, давайте вот что-нибудь такое, потому что мы втроем поем песни, которые не похожи на то, что мы поем по отдельности. Вот давайте что-то непохожее такое придумаем и выпустим сразу альбом под не своими именами, чтобы нас никто не узнал. Альбоменами решили выбрать фамилии, решили выбрать девичьи наших матерей. И получилось бы вот, знаете, кивальково. Я понимаю, теперь с годами, почему они-то настаивали на этой идее. Да, очень интересно, получил Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, между прочим, в Белоруссии моя фамилия девичья, маме написалось, стояла первая в классе, Аусянко. Аусянко? Аусянко. Аусянко, да. Аусянко, да. Ну, так как у нас все-таки... Хотя у нас большинство... Шляхта такая, знаете, понимаете. Будённого она ведь не было, в 20-х. В конце концов, мы выпустили таки альбом. Под девичьими фамилиями наших отцов. Да, да, да. И вот хотим несколько произведений из этого альбома. Первое называется «Крымский вальс». Поскольку, да, у нас все-таки в Крыму все начиналось. Красно-белый цикл, да. По-моему, так все и закончится. Это пожарно. Это так через Астрахань, сейчас уже все в Крыму гришко. В Крыму гришко. Ну вот, когда мы услышали... Кстати, у Валерия Леонидовича жена из Астрахани. А почему из Астрахани? А причем сейчас все об этом... А, ну... А в Голодовке, да? Да, в Голодовке. Вот я с ним тоже мало чаял. Да и что-то мы как-то... И соединяюсь-ка. Давайте полить письменно. Ну к чему? Я не знаю. Потому что сейчас красно-белый вальс будет. Когда мы услышали эту песню неожиданно, когда шел раздел Черноморского флота... Да, да. А передача была такая передача, еще помните, «Служу России». Помню, она сейчас сейчас идет, да? И вот на фоне раздела Черноморского флота, это было давно уже, шла вот эта песня. Она привела совершенно другой смысл в этой передаче. Неожиданно. А мы думали совершенно другой смысл. Да. А мы думали совершенно другой смысл. Кто-то вернется сюда грузом больших якорей. Кто-то вернется судьбой, раненой в жарком бою. Кто-то вернется живой, вместе с другими в строю. В полный красивей шифре, в югу приходят теплей. Не отморите в голове, смертное ржанье коней, Чей обрывается вверх. Белая газ и снег кружит над царским селом. 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 Тихо шуршит по песку, Нежная ненависть слез.